Всем привет, меня зовут Почтовый Сергей, я являюсь экспертом по технике в компании ЛБР. Мы с вами находимся на площадке в городе Смоленске, где проведем обзор дисковой бароны АДТ-6 от белорусского производителя Техмаш. Агрегат, дисковый агрегат АДТ-6 предназначен для основной и предпосевной обработки почвы. Он может работать как по традиционной технологии, так и по минимальной, с глубиной работы до 15 см. Отлично готовит почву под зерновые, пропашные культуры, а также технические культуры, уничтожает сырняк, измельчает пожневные остатки. Дойдет для предпосевной обработки почвы, особенно под зерновую группу. Комплектуется он дисками диаметром 560 мм. Диск имеет мелкий вырез. В отличие от крупного выреза, как мы вот здесь видим, вот такие диски, но это чисто только концевые диски, для того, чтобы у нас не было гребнистости между смежными проходами. Так вот, диск имеет мелкий вырез, благодаря чему формируется ровная семиложа без перепадов по глубине. Семечки укладываются на одинаковую глубину, соответственно, они имеют одинаковый доступ к влаге, к минеральным веществам, и благодаря этому равномерные дружные всходы. Еще что хотелось бы сказать. Диск имеет, как бы скажем так, угол атаки как в вертикальной плоскости, так и в горизонтальной плоскости. Плюс еще, сами по себе диски довольно-таки агрессивные. То есть они не тарельчатые, а они более прямые. Данный диск отлично крошит и отлично перемешивает почву. Таким образом он формирует хорошую структуру, мелкую структуру, для того, чтобы семечка хорошо контактировала с почвой. По комплектации дискатора ДТ-6. Два ряда дисков. За дисками устанавливается штригельная гребенка, которая осаждает поднятую землю, во-первых. Во-вторых, разбивает комья земли, осаждает и, получается, направляет эту землю под уже прикатывающий каток. Расстояние между вторым рядом дисков и катком увеличено, для того, чтобы каток не подбивало. Штригельную гребенку, в принципе, можно либо поднять, изменить с помощью пальчика, можно изменить угол атаки ее, либо убрать вообще, если будет, допустим, много пожненных остатков, ее будет подбивать. По катку, каток увеличенного диаметра, 600 мм в диаметре, планки приварены специально сделаны на косую, чтобы увеличить площадь контакта планки с землей, то есть, чтобы у нас дискатор в сложных условиях не тонул. Сами катки сделаны довольно-таки мощно, сварены и установлены на подшипниковых узлах, на обслуживаемых. А теперь давайте немножко познакомимся поближе с рабочими органами, и чем эта конструкция отличается от стандартных отечественных дискаторов, БДТ, допустим. Вот, я думаю, мы фотографию найдем, вставим, как там расположена стойка и диск. Вот, но рассмотрим главное отличие здесь. Значит, во-первых, у нас диски здесь трапециевидные формы, и данная форма диска отлично очищается при работе с влажной липкой почвой. Вот, то есть, диск имеет превосходную самоочистку. Это первое. Второе, что стойка диска расположена с внешней стороны, вот, и прохождение почвы никак не препятствует стойка, то есть, она проходит легко здесь. Это второе. Третье, сами стойки расположены на резиновых демпферах, которые во время работы отрабатывают, демпфируют, и, как бы, создают некоторую, скажем так, вибрацию, благодаря чему также отлично происходит самоочищение диска. Естественно, данная конструкция является, плюс еще защитный для диска. В случае попадания на камни, стойка имеет возможность уходить назад, то есть, как бы, либо деформироваться, ну, либо уходить куда-то влево, назад. Вот, то есть, она является упругим элементом, вот эта конструкция. И еще хотелось бы отметить, благодаря этому, благодаря тому, что стойка имеет возможность демпфировать, подшипниковый узел живет гораздо дольше, потому что при попадании на камни, либо на твердой почве, не происходит жесткого удара по подшипнику, то есть, он всегда смягчается с помощью упругих элементов. Соответственно, подшипниковые узлы живут дольше. То есть, живут дольше подшипниковые узлы, живут дольше диски. Расстояние между дисками 25 сантиметров. Превосходно проходят все пожневные остатки, даже когда их много. В конструкцию еще внесено следующая возможность регулировки угла крайнего диска, для того, чтобы не образовывались бороздки, а также стоит крайний диск в виде ромашки, который также не образовывает бороздку, благодаря чему смежные проходы получаются идеально ровными, без каких-то грибней. Разберемся по поводу настройки дискатора на глубину работы. Впереди относительно навески трактора. Мы можем как навеской трактора настраивать глубину работы, так и центральным винтом. Сзади относительно опорно-прикатывающих катков настраивается с помощью товарепов. В принципе, настройка примитивная и легко осуществляется. Также еще у нас штригельная гребенка. Она настраивается как по высоте, так и по углу атаки с помощью такого незамысловатого механизма, перестановкой пальца по отверстию. Все довольно-таки просто. Агрегат во время работы обязательно необходимо устанавливать на плавающее положение, для того, чтобы не было каких-то дополнительных нагрузок на агрегат. Дискатор АДТ-6 отлично агрегатируется с тракторами 200-240 лошадиных сил. Трактор должен быть оснащен задним навесным устройством и двумя парами гидравлических выходов. Агрегатируя с тракторами 200-240 лошадиных сил, мы добиваемся оптимальной производительности при минимальном расходе топлива, скажем так. Дискатор отлично работает на скоростях 12-15 км в час. Соответственно, за 10 часов данный дискатор способен сделать до 90 гектар. То есть 90 гектар за такую хорошую полную смену данный дискатор вам сделает. Как мы с вами видим, данный дискатор у нас полуприцепной. Имеет пространственную хребтовую раму, которая в первую очередь, она рама легкая, но прочная. Лишний вес таскать не приходится. Дискатор складной, предназначен для передвижения по дорогам общего пользования, не выходит за габариты и оснащен световой сигнализацией. Что еще хотелось бы отметить по поводу рабочего органа. Установлен на подшипниковых узлах, так называемых хабах. Вот, не обслуживаемые, полностью закрытые, то есть туда не попадает ни пыль, ни грязь. Замена данного узла происходит легко и просто. Откручиваем гайку, достаем хаб, откручиваем болтики, снимаем диск. Ну, либо в обратной последовательности. Меняется быстро, легко и просто. Данный подшипниковый узел отлично себя зарекомендовал и вполне себе прослужит благодаря тому, что у нас упругий элемент, нагрузка демпфируется и он прослужит нам, ну, минимум 3 сезона. Износа устойчивая борсодержащая диски Челсан от турецкого производителя. Прикатывающие катки установлены на подшипнике 7207, обслуживаемые с масленкой. Вот, поэтому не забываем обслуживать. Подытоживая по дискатору АДТ-6, что хотелось бы сказать и на чем остановиться. Дискатор АДТ-6 способен работать на скоростях 15 км в час и с тракторами 200-240 лошадиных сил, производя за 10 часов времени 90 гектар. Если мы будем его сравнивать с такими дискаторами, как БДТ, то такой же производительности способен добиться дискатор с шириной захвата 8 метров и его должен тягать трактор 300-350 лошадиных сил. А это совсем другие затраты по топливу и в целом по расходам. Расходам на содержание трактора. Более мощный трактор необходим. Ну и, соответственно, больше топлива он скушает. Вот. Это же дискатор способен сделать столько же, с меньшими затратами и в более сложных условиях, самое главное. Поскольку сам дискатор легкий, лучше будет готовить почву, он более, скажем, уже так, продвинут, имея штридель, имеет отличную прикатку. При всем при этом готовит отлично почву, особенно под зерновую группу. Дискатор ДТ-6 будет работать как осенью, так и весной. Благодаря установленному мелкозубчатому трапециевидному диску он отлично готовит и под посев почву, а также и после уборки отлично будет лущить. Дискатор ДТ-6 вы можете приобрести в компании ЛБР в лизинг, кредит, в рассрочку, ну и за деньги. За подробной информацией обращайтесь к своему менеджеру либо проходите по ссылке на сайт компании LBR.ru Понравилось видео? Ставим лайки, подписываемся на наш канал, так вы будете первыми уведомлены о новых видео. Если есть какие-то вопросы, пожелания, обязательно комментируйте. Постараемся ответить на каждый. С вами был почтовый Сергей. Если за техникой, то в компанию LBR. Субтитры сделал DimaTorzok